Ребята, всем привет! Как только я начала сборку трактора СТЗ-5 от звезды в 35 масштабе, я узнала, что на выставке «Мотора войны» проходит смотр этой машины. У нее заводился двигатель, а также она ездила. Так что во время сборки вы увидите эти уникальные кадры и услышите немножко истории про этот замечательный трактор. Итак, поехали! А начала я со сборки ходовой части, а вернее с рамы. Рама тут довольно мощная, и неудивительно, ведь это тягач, который должен таскать тяжелые грузы по бездорожью. Пластик у звезды привычного для этой фирмы качества, и он еще зеленого цвета. И мне кажется, что зеленый пластик немножко хуже серого звездовского пластика. Но это чисто на мой субъективный взгляд. Очень радует цена этого набора. Всего 990 рублей на момент начала продаж. Это весьма бюджетно в наше время, учитывая качество этой модели. Модель вполне подойдет новичкам. Сборка несложная, и мне доставило удовольствие. Также у этого трактора простая схема окраски. Просто защитный цвет. Хотя бывают экземпляры и с черной крышей. А купить модель тягача из ТЗ можно в интернет-магазине Модельная Лавка. И обратите внимание, что теперь можно забрать заказ в пункте выдачи Озон. Я думаю, это будет удобнее. А по этому промокоду у вас еще будет скидка в 200 рублей на первый заказ. А по промокоду Даша будет скидка в 10% на последующий. Также я прошу вас подписаться на мой канал в Яндекс.Сцен. Там помимо видео выходят еще и мои статьи о моделизме. А в текущих реалиях Яндекс.Сцен является альтернативой Ютубу. Ссылка на мой Яндекс.Сцен будет в описании к видео. Так же как и ссылки на ВК, Инстаграм и ТикТок. Поставлю на свое место двигатель и коробку передач. И здесь очень интересно сделаны тяги управления. Но они выполнены из очень тонкого пластика, так что велика вероятность их погнуть или сломать. Ходовая часть состоит из двух тележек на каждый борт. Ленивца и ведущего катка. История тягача СТЗ-5 полна драматических и героических моментов. СТЗ это сокращенное название Сталинградского тракторного завода имени Дзержинского. Строительство которого началось в 1926 году. 17 июня 1930 года заводского конвейера сошел первый колесный трактор. А через пару лет завод вышел на проектную мощность и выпускал по 144 машины в сутки. В 1937 году завод освоил гусеничные трактора. СТЗ-3 с керосиновым двигателем и унифицированные с ним артиллерийские тягачи СТЗ-5. И оба отечественные разработки, ориентированные на массовое производство. А вот так выглядит ходовая часть в сборе. После сборки шасси я приступила к работе над кабиной. Трактор СТЗ это такой тупоносик. То есть двигатель находится под кабиной или даже можно сказать в кабине. С одной стороны это плюс. Меньше габариты машины и это делает ее более маневренной. А в случае поломки не надо чинить двигатель под дождем или снегом. Но также такая компоновка не дает полноценного доступа ко всем агрегатам двигателя. Что усложняет ремонт и обслуживание. А еще внешне этот трактор мне напоминает у вас буханку. И согласитесь, есть у них что-то общее, добренькое. Сборка кабины у меня не заняла много времени. И от этой работы я получила удовольствие. За что звезде лайк. Очень хорошая детализация и относительно быстрая сборка. К 17 июня 1940 года СТЗ выпустил 232 700 тракторов. Что составляло более половины тракторного парка страны. В годы Великой Отечественной войны завод осуществлял выпуск и ремонт танков Т-34 и тягачей СТЗ-5. Оставаясь одним из основных поставщиков военной техники на фронт. Всекомплектующий завод был вынужден делать самостоятельно из-за разрыва кооперации с другими эвакуированными предприятиями отрасли. СТЗ продолжал работать и после прорыва вермахта в Сталинград. И уличных боев непосредственной близости к заводу. Немцы придавали Сталинградскому тракторному заводу особое значение. 14 октября началась самая большая в то время операция. Наступление нескольких дивизий. В том числе 14-й танковый, 305-й и 389-й пехотных. На тракторный завод имени Дзержинского на восточной окраине которого находился штаб 62-й армии русских. Со всех концов фронта, даже с флангов войск, расположенных на Дону и Калмыцких степях, стягивались подкрепления, инженерные и противотанковые части и подразделения, которые были так необходимы там, где их брали. Пять саперных батальонов по воздуху были переброшены в район боев из Германии. Наступление поддерживал в полном составе 8-й авиакорпус. Наступавшие войска продвинулись на 2 километра, однако не смогли полностью преодолеть сопротивление трех русских дивизий, оборонявших завод, и овладеть ответственным берегом Волги. Пять саперных батальонов по воздуху и начну я с грунтовки. Грунтую модель я серым грунтом АТОМО. А вы знаете, я перепробовала большое количество разнообразных грунтов. Именно грунт АТОМО на данный момент мне кажется лучшим. Правда, отмывать после него аэрограф задача довольно-таки сложная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для того, как грунт высох, аэрограф отмыт, я начинаю делать легкий пришейдинг. В черный матовый цвет я окрашу ходовую часть. Нижняя часть любой машины выглядит всегда темнее. Также в черный цвет я окрашу нижнюю поверхность грузовой платформы. Субтитры подогнал «Симон»! Ну а теперь, наверное, самая интересная часть работы над данной моделью. Это окраска ее в основной цвет. И буду я красить красками из набора цветовой модуляции от фирмы АМО. В набор входит 4 краски. От самого темного до самого светлого, почти белого. Такой набор очень сильно мне облегчил задачу окраски. То есть мне не надо было замешивать оттенки, точно попадая в цвет. Конечно, подобного результата можно добиться и без такого набора. Но мне показалось, что такой вариант намного удобней. Первый слой, самый темный, это Russian Dark Base. Или же русская темная база. И покрываю я им всю модель без особых художественных изысков. Потом первый этап высветлений. И тут я использую Russian Base или русскую базу. Наношу краску так, чтобы базовая темная краска осталась в углублениях и труднодоступных местах. И кладу я ее как бы поверх. Второй этап высветления это Russian Light Base или же русская светлая база. Эту краску я наношу на еще меньшее количество поверхностей и преимущественно в верхней части модели. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и завершающий этап окраски это русские высветления. Но мне кажется, это уж слишком светлая краска для этой модели. Так что я буду применять ее весьма ограниченно. И вот видите, как благодаря нехитрым художественным приемам, которые может освоить каждый моделист, можно добиться очень классного результата в окраске. Модель прям получилась объемной. В какой-то момент может показаться, что я немножко переборщила с высветлениями. Но последующие этапы работы немножко сгладят этот контраст. Далее я сухой кистью пройдусь по выступающим местам рельефа трактора. И тут я использую не масляную краску, а краски серии Dry Basha Tomo. Чем-то они мне напомнили гуашь. Субтитры сделал DimaTorzok А вот тут я кистью окрашиваю резиновые бандажи катков. Тележки легко снимаются, так как я их не приклеила. И окраска оказалась не очень сложной. А здесь я окрашиваю гусеницы. И в наборе они полунаборные. И я решила их окрашивать отдельно от всего трактора. И в этом есть свои плюсы и минусы. Например, окрасить гусеницы из аэрографа можно очень быстро. А вот приклеить их покрашенными на свое место весьма труднее. Тут нужен суперклей, который может испортить уже окрашенную поверхность. Настало время поработать вручную. И мне надо окрасить в черный цвет радиатор на тракторе. И это именно радиатор, а не фальшерадиаторная решетка. И в ход тут идут краски от i7. И в ход тут идут краски от i7. А вот это довольно кропотливая работа. Мне надо окрасить глазки, а точнее фары. Вначале я окрашу в черный цвет окантовку фар. А потом уже алюминиевой краской светоотражатели. Окрашу дверные ручки в стальной цвет. Окрашу дверные ручки в стальной цвет. а также в черный цвет мне надо покрасить сиденья в кабине трактора и тут я окрашиваю огнетушитель и он нужен этой модели ведь окраска кабины у меня вышла прям огонь помимо всего прочего мне нужно не забыть про лопату надо окрасить черенок и и штык а также в черный цвет окрасить лавки в кузове да это такие удобства для экипажа красками серии dry bash методом сухая кисть я пройдусь по гусеницам тягача чтобы эти детали выглядели натуральными металлическими настало время смывки и я предварительно покрыла модель глянцевым лаком и теперь смело могу наносить смывку смывку я использую от фирмы амо причем смывка необычная она акриловой основе благодаря такой химии она очень плохо растекается в отличие от смывки на основе масляной краски но зато излишки смывки всегда можно убрать обычной водой а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот тут необычным методом я с мывкой для траков прохожусь по тракам, тем самым делая гусеницы такими как бы ржавыми или пыльными. И очень интересный получился эффект. А теперь настал черед наносить декали. Перевожу декаль с приборной панелью, декаль на аптечку и номера трактора на дверь. А теперь я покрою модель матовым лаком. Лак скрепит декаль и также вернет модели свой матовый цвет. А вот тут я окрашу ящички, которые шли с предзаказом на модельной лавке. Теперь я окрашу рамки на стеклах. И это довольно спорный момент на этой модели, так как я считаю, что рамки нужно было отливать вместе с кабиной за дно, а не на прозрачном пластике. И, конечно же, в древесный цвет мне нужно окрасить ручку управления трактором. И покрашу также ручку, при помощи которой заводит этот трактор. Кстати, я видела вживую, как эту машину запускают именно с этой ручки. Покрашу стоп-сигналы в красный цвет. И вот еще очень любопытный момент в работе над моделью. Я заметила, что у многих тракторов есть вот такая как бы защита из плотной ткани. И я решила ее имитировать упаковочной бумагой, покрашенной акрилом. После этой процедуры я помещу мою ткань на мордочку тракторишки. А теперь я пройдусь смывкой по ящикам, чтобы выделить характерные доски. И в конце концов я загрызню трактор. Ведь он работяга, и он должен быть грязным. Делаю я это в два этапа. Вначале я сделаю грязевые потеки инструментами атомо. Растушую потеки у ацперитом. А потом пигментами сделаю трактор пыльным. Делаю я это в два этапа. Такой у меня получился тракторочек. Смотрите, какая у него добренькая мордочка. Прям прелесть. Работой я очень довольна. Мне понравилось, как я сделала цветовую модуляцию. Надеюсь, из моего видео вы узнали для себя что-то новенькое. Увидимся в новой стройке. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok